и снова здравствуйте мои уважаемые зрители на дворе у нас заканчивается 24 марта и мы подводим итоги этого дня что происходило на фронтах украины а также что происходило вокруг войны на украине и начнем с военной сводки что происходило сегодня днем ну сразу перейдем на главное направление то изюмской по итогу этого дня российские войска сумели отбросить украинские вооруженные силы контрактовавшие как вы знаете несколько дней по направлению на изюм так вот в тяжелых на самом деле очень тяжелых и изнурительных боях российские войска не только смогли зачистить группировку которая находилась на южной части города но и отбросить контратаковавшие украинские механизированные подразделения на несколько километров на юг таким образом они медленно но уверенно расширяют плацдарм на правом уже южном берегу северского донца и пошли теперь бои уже не за изюм а южнее изюма которые постепенно будут перерастать в бои за славянск и краматорск по поводу горловки к сожалению сегодня никакой информации не получала но и также сегодня не было вечернего брифинга министерства обороны российской федерации откуда тоже во многом мы черпаем информацию именно из этого региона а по мариуполю очень похоже по обрычатым сообщением разных источников все сходится к тому что постепенно линия обороны мариуполя она разрушается и части которые еще не сдались высушены они стягиваются в район азовстали пока непонятным вопрос вот на южном направлении вот этот район он взят либо не взят но в целом в основном уже противник отброшен на периметр азовстали выходя за него местами на один полтора километра а местами уже и упираясь завод также по сообщениям военкоров которые находятся сейчас прямо в мариуполе уже украинские вооруженные силы абсолютно не отвечают тяжелую вооружение очень может быть что либо она полностью уничтожена либо закончились боеприпасы и войска российской федерации донецкой народной республики медленно продвигаются главной цитадели города азовстали где скорее всего данное сражение и будет закончить также сегодня с утра прямо разгонялись слухи о том что украинские вооруженные силы контратаковав позиции российских вооруженных сил в районе ирпеня буча и гастомеля взяли эти города взяли российские войска в мешок правда доказательств этому они не предъявили и пока все сходится к тому что данная победа она ровно такая же фейкова какие две предыдущие когда буквально 5 и 3 дня назад тоже украинские вооруженные силы якобы разбив российскую группировку на этом направлении отогнали чуть ли не до белорусской границы сейчас заявление намного скромнее то есть можно сказать целом здесь идут бои без заметного изменения линии фронта причем сегодня пришло очень интересное сообщение причем подтвержденное теми наблюдениями которые делают мои зрители из своих домов о том что украинские вооруженные силы уже по сути похоронив донбасский фронт начинает разворачивать новый в районе павлограда то есть по территории харьковской днепропетровской и запорожских областей причем разворачивание тех новых укрепрайонов формально обуславливается тем что это нужно для того чтобы не допустить окружение донбасского фронта но как мы видим данная линия обороны никак не может превратить окружение тех частей которые сейчас сражаются на донбассе единственное их предназначение может состоять только в том чтобы после того как российские войска окружат донбасскую группировку фронт не был бы обрушен и также в этом выпуске я хочу закрыть тему чернобаевки вы знаете уже по сути это в украинском сегменте появился целый мем да россияне лезут на чернобаевку мы их каждый день бьем они все лезут лезут и лезут все эти фейки порождает губернатор ким которым похвастаться больше не чем особенно на фоне по сути разгромленного его николаевского гарнизона где только в одном расположении 79 аэромобильной бригады было обнаружено после удара российских ракет около 300 убитых военнослужащих насколько мне известна ситуация по чернобаевке я лично знаю о трех реально серьезных ударах со стороны высокой причем последний из них был примерно по моему 7 8 либо даже 10 дней назад это как раз тот удар когда было уничтожено по моему три вертолета и несколько вертолетов получили повреждения так вот уже в тот же день все эти вертолеты оставшиеся были эвакуированы и после этого здесь никаких серьезных потерь российские части не получают да по району чернобаевки постоянно наносит какие-то удары но это удары местного значения которая ну не факт что вообще достигает какой-то реальной цели и мне кажется единственных реальной цели является попытка опровержения вот помните было еще дней восемь назад заявление российского командования о том что она полностью контролирует херсонскую область и вот для того чтобы это все нивелировать вот это этот фейк постоянно раздувается и он постепенно начинает напоминать этого неуловимого байрактара неуловимого истребителя которых никто не видел но в которые все верят ну и те три фейковых наступления под киевом о которых я говорил в самом начале выпуска тем не менее мем уже создан этот мем успешно культивируется и разрастается всякими домыслами эти фейки создаются только с одной целью для того чтобы заставить оставшие еще не разбиты части украинских вооруженных сил сражаться до конца веря в неминуемую но окончательную победу над противником которую постепенно так называемые пропагандисты режима относят все дальше и дальше если например две недели назад господин арестович рассказывал надо две недели потерпеть и потом мы погоним русских обратно то пять дней назад я слышал цифру что уже надо потерпеть три пять месяцев а сегодня говорят о семи десяти месяцах и то далеко не факт что по истечению этих семи десяти месяцев россияне будут отогнаны обратно речь идет о том что их удастся к этому моменту остановить на линии днепра я почему-то думаю что уже ближайшее самое время эти прогнозы будут выглядеть сверх оптимистично вот это то что я хотел сказать данном выпуске на этом пока все завтра ожидайте следующий выпуск он тоже будет очень и очень интересным до свидания